МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе пребывания в Поднебесной Ислам Каримов встретится с Худзиньтал. В ходе переговоров будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и проблемы регионального характера, представляющие взаимный интерес, говорится в официальном сообщении. Китай занимает первое место по объему инвестиций в Узбекистан. Только за последние пять лет их размеры выросли более чем в 3,5 раза. По итогам визита будет подписан целый ряд документов, регулирующих отношения между странами. Президент Таджикистана и председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев обсудили во вторник подготовку к саммиту глав государств Содружества. Он пройдет в Душамбе под председательством Эмамали Рахмона в сентябре. Стороны подписали тексты заявления глав СНГ по случаю 70-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Эмамали Рахмон заверил Сергея Лебедева в том, что примет участие в неформальном саммите глав государств Содружества, который состоится в конце года в Москве. Глава исполкома СНГ подчеркнул, что в ходе этого визита он получил заверение о том, что Таджикистан будет участвовать в организации проведения выставки под названием «20 лет СНГ», которая пройдет в Москве этим летом, и выразил признательность за активное участие во всех форумах Союза. Программа инновационного сотрудничества стран СНГ на периоды 2020 года, которая начала разрабатываться под председателем России, сейчас разрабатывается уже под председателем Таджикистана. И мы очень надеемся, что эта программа будет подписана в октябре этого года в Душанбе на заседании Совета глав правительств. После уничтожения группировки Муло Абдуло на востоке республики силовики Таджикистана вздохнули свободнее. За несколько месяцев операции правительственным войскам удалось ликвидировать и задержать около полусотни боевиков. Как считают эксперты, с ликвидацией последнего бандформирования стабильность в Ражской долине, которая в годы гражданского противостояния была оплотом таджикской оппозиции, нормализуется. В то же время на севере страны оперативные мероприятия продолжаются. В Сагдейской области с начала года задержано пять членов исламского движения Узбекистана и двое сторонников Хизбут-Тахрир. Еще трое приверженцев ИДУ задержаны правоохранительными органами России, как и 20 таджикистанцев-выходцев из Сагдейской области. Они обвиняются в особо тяжких преступлениях и попытке дестабилизации обстановки в стране. Вопрос об их экстрадиции в Таджикистан решается на уровне правительств двух стран. Продолжаются поиски других членов террористических групп. Ситуация во всех городах и районах области контролируется правоохранительными органами. Принимаются все меры по предотвращению терактов. В настоящее время ситуация в регионе стабильная. Спокойству граждан ничего не угрожает. Спор между судьями Верховного суда Таджикистана и частными газетами завершился мировым соглашением. Это подтвердил судья района Сино Амридин Сафоев. Судебная тяжба между представителями Верховного суда и тремя независимыми изданиями началась в январе прошлого года после публикации на страницах этих газет заявления адвоката Салик Джона Джураева о коррупции в Верховном суде. Судьи подали иски на газеты «Азадагон», «Азия плюс» и «Фараж», опубликовавшие это заявление. Размер морального ущерба судьи оценивали в 1 миллион 200 тысяч долларов. Судебное разбирательство по данному иску продолжалось более года. И только в конце марта судья Мамадисо Саидов отозвал свой иск в отношении адвоката Салик Джона Джураева. Провокацией назвали в Кыргызстане книгу неизвестного автора о событиях на юге республики в июне 2010 года. Она распространяется в России. Автор не указан. По некоторым данным, тираж издания 400 тысяч экземпляров. Книга снабжена видеодисками с 10-минутным фильмом. Он уже доступен и в интернете. Произошедшее в этих материалах подается не иначе, как геноцид узбекского населения Кыргызстана со стороны титульной нации. Закадровый голос повествует о бесчинствах кыргызской милиции, военных и гражданских против этнических узбеков. Нет и намека на то, что жертвами насилия и вооруженных атак стали представители обеих сторон конфликта. Появление издания вызвало в Кыргызстане волну возмущения. Этот вопрос уже поднят в парламенте. Есть информация, что книга печаталась в Финляндии. Депутатов насторожил тот факт, что глава Международной комиссии под эгидой ОБСЕ является гражданином этой страны. Эксперты имели прямой доступ к секретным документам, которые опубликованы в книге. Депутат Джилдесган Джилдошева называет ее появление попыткой вновь столкнуть два этноса. Факты нарушения свободы слова и давления властей на СМИ. С этим уже столкнулись постсоветские государства при переходе к цифровому мещанию. Так считает представитель ОБСЕ Дуня Миятович. Она приняла участие в слушаниях Общественной палати России по теме перспективы свободы СМИ в условиях цифровых технологий. Казахстан в международном экспертном сообществе вызывает наибольший интерес. В республике, с одной стороны, активно развиваются цифровые технологии, с другой, власти демонстрируют изобретательность, пытаясь взять под контроль средства массовой информации и будущее цифровое вещание в целом. По словам президента Национальной ассоциации телерадиовещателей России Эдуарда Сагалаева, такие действия напрямую нарушают общепринятые правила трансграничного телевещания и могут привести только к социальной напряженности. На действия правительств стран Центральной Азии обратила внимание и Дуня Миятович. По ее оценке, цензура и госзаказ в эпоху цифрового телевидения недопустимы. Опасность заключается в выборе неверного пути, когда мы говорим о переходе на цифровое вещание в эпоху цифровых технологий. Наибольшее беспокойство во многих странах, включая страны Центральной Азии, вызывает то, действительно ли правительство готово учитывать рекомендации экспертов, разрабатывая новое законодательство, регулирующее вещание телеканалов в цифровых сетях. Население должно быть более информированным, не должно быть давления на СМИ. Пример тому правительство стран Центральной Азии и некоторых других стран, где пытаются блокировать получение лицензий для цифровых спутниковых телеканалов путем введения, к примеру, моратория на 5 и более лет. Это ошибочный путь, и он приведет к серьезным проблемам. В столице Таджикистана задержаны подозреваемые в избиении казахского дипломата. Ими оказались трое молодых людей, жители Душамбе. Напомню, нападение на сотрудника посольства Казахстана Амира Жанаева было совершено 10 апреля. Молодые люди избили его, когда он с женой и дочерью прогуливался по городу. Жанаев утверждает, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Казахское дипломатическое представительство выступило с заявлением, в котором отмечается, что в этом инциденте присутствовали признаки шовинизма и национализма. Однако официальные структуры Таджикистана не видят в действиях задержанных признаков национализма и заявляют, что нападение совершено из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование находилось под личным контролем министра внутренних дел. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три человека. Выяснилось, что нападение молодые люди совершили в состоянии алкогольного опьянения. И инцидент не имеет националистической подоплюки. Задержанные искренне раскаиваются. В Кыргызстане власти приняли решение об очередном повышении заработной платы для социальных работников. Их оклады повысятся вдвое с 1 мая. На прибавку к окладу рассчитывают также учителя и работники культуры. С этого дня значительно вырастут и пенсии. И все это несмотря на дефицит бюджета. Детали в репортаже из Бишкека. Детали в репортаже. Она у меня уже как своя. Суды были. Хотели отобрать мне квартиру. Она все время ходила. Всю зиму со мной ходила. Мы с ними делимся радостями, хорошими событиями. Переживаем. Можно поговорить по душам с бабулями. У Джаныл таких подопечных еще 12 человек. Хотя у самой дома трое детей. Зарплата 90 долларов в месяц. Впрочем, с 1 мая и Джанил, и бабушка получат денежную прибавку. Пенсия Марии Иосифовны вырастет на 5 долларов. Размер повышения зависит от нескольких факторов. А Джанил будет получать в два раза больше, чем сейчас. Соответствующие указы подписал Алмазбек Атамбаев. Мы поднимаем зарплату социальным работникам в два раза, а работникам интернатов в три раза. Это очень важно и своевременно. Потому что их работа очень сложная. Бывает, что люди даже не ухаживают за своими родителями. Тем, кто работает в таких условиях, вместо 3009. Это очень хорошо. Это, конечно, хорошо. Но другой вопрос. Есть ли такие средства в бюджете? Похоже, глава кабинета министров рассчитывает на помощь России в виде кредитов в 30 миллионов долларов. И деньги из антикризисного фонда Евразес. 107 миллионов. Одним из условий получения этих средств было погашение старых долгов. На днях кыргызская сторона погасила задолженность в 14 миллионов долларов. Со средства антикризисного фонда, я надеюсь, что они поступят в конце июня. Есть определенные, конечно, риски, но они унимают. Есть мнение, что делается это совсем не из благих побуждений. Осенью республику ждут президентские выборы. И готовиться к ним политики начинают уже сейчас. В условиях краха вот эта игра, конечно, представляется чрезвычайно нежелательной и опасной. Она, конечно же, сегодня можно с полным основанием говорить о том, что это, в общем-то, пиар-акция, которая под собой не имеет ничего серьезного. Но даже такие пиар-акции для пенсионеров и работников социальной сферы – ощутимая поддержка. До обеспеченной жизни, конечно, далеко, но рады и этому. Другое дело, будет ли с тот же пристальное внимание уделяться социальной сфере после выборов президента. Наталья Ли, Виктор Бобров, Бишкек, Кыргызстан. На этом наш выпуск завершен. Мы продолжаем следить за развитием событий в странах Центральной Азии. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова